Традиционно в первые рабочие дни Нового года всевозможные структуры и ведомства подводят итоги минувших каникул. Региональное управление ГИБДД сделало это с нескрываемым удовлетворением, что неудивительно. Ведь в ходе прошедших праздников на дорогах Тверской области не погиб ни один человек. 33 ДТП зафиксированы в Тверской области за минувшие новогодние каникулы. Это почти наполовину меньше, чем за аналогичные периоды последних лет. Количество пострадавших снизилось на треть. Без подросткового травматизма не обошлось. Но и здесь без летального исхода. Зарегистрированы два ДТП с участием несовершеннолетних, у которых пострадало два ребенка. Травмы несерьезные, угрозы для жизни нет. Все дети передвигались в качестве пассажиров. Комментируя такие цифры, в госавтоинспекции отмечают, во второй половине прошлого года в регионе произошел заметный рост аварийности. Поэтому накануне новогодних праздников был разработан целый комплекс профилактических мер. Во-первых, учитывая наступление настоящей русской зимы, постоянно контролировалась дорожная обстановка, своевременная уборка снега и обработка проезжей части. Особое внимание уделялось нетрезвым водителям. Было зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия с участием водителей, которые находились за рулем с признаками опьянения. Нарядами ДПС было пресечено около 250 таких нарушений. Это практически на треть больше, чем зоологичный период прошлого года. Это показало, наверное, правильное планирование таких мероприятий. Именно места притяжения граждан, которые считают возможным сесть в таком состоянии за руль. Еще один важный фактор – соблюдение скоростного режима. Как показывает практика, на региональных трассах его чаще всего нарушают водители из других субъектов. Поэтому на автомагистралях Верхней Волжи почти каждый день работали передвижные комплексы фото- и видеофиксации, что вынуждало лихачей соблюдать скоростной режим. Ведь крупный штраф придется уплатить, даже если уверен, что проскочил незаметно для ГИБДД.